Мы забыли первые есенинские чтения. Наш салон значительно моложе. Художественно-художественный салон «Любал» не достиг еще своего десятилетия. Но надо сказать, что у его истоков были люди, которые как раз участвовали в организации всех этих есенинских чтений, и которые сейчас вам могут кое-что и рассказать, наверное. Но я хочу сказать вот о чем. Ежегодно наш салон проводит праздник «Жигулевская весна». И вот на празднике этого года, который проходил в мае во Дворце культуры, у нас был гость из Москвы Сергей Кумяев. И в частности, в нашей библиотеке теперь есть и любителям, он продал свои книги, которые посвящены как раз Сергею Есенину. Это книги из серии «Жизнь замечательных людей». Надо сказать, что я с огромным интересом прочитала эту книгу. Честно говоря, это немножечко необычная в этой серии книга, потому что там некоторые моменты, где-то хочется поспорить, где-то хочется, значит, что-то интересное прозвучало. Но рефреном проходит через всю книгу слова слова самого Сергея Есенина, который называл себя Божьей дудкой, особенно в конце жизни. И обратила внимание на эту фразу, наверное, потому что любой поэт, когда он пишет по вдохновению вот именно свыше, он действительно получает эту информацию, наверное, от Творца, действительно является Божьей дудкой. И, в частности, вот сегодня уже прозвучали эти слова Виталия Гавриловича Севякова, который написал, что как по золотому коридору сюда ехал, это действительно можно было написать только вот по вдохновению свыше. И, честно говоря, вот я тоже чувствую, когда что-то пишу, именно такие вот ощущения. У меня даже книга «Вторая флейта» называется «Давно душа невинная внимала, Судьбе не смея верить до конца, Ей суждено не много и не мало Быть чуткой флейтой на устах Творца». Наверное, каждый пишущий чувствует вот всё это. Ну, а мне лично вот всю жизнь, наверное, когда только прочитала это стихотворение Сергея Есенина, буквально вошло в сознание. С начала школьных годов я просто восхищалась его именно такой лиричностью, гармонией, какими-то сравнениями, которыми там есть. А с годами оно, наверное, становится всё ближе именно по своей внутренней сути. Я хочу его сейчас прочитать. Не жалею, не зову, не плачу. Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. Увиданье золотом охвачено. Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, Сердце, тронутое холодком.